Центробанк совместно с МВД и Российским Союзом Автостраховщиков разрабатывает механизм внедрения повышающего коэффициента ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Повышающий коэффициент ОСАГО для нарушителей рецидивистов могут увести уже в первом квартале следующего года. Соответствующий пункт содержится в плане мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП, который утвердил премьер-министр России. Интересно, а про очередное повышение стоимости полюсов ничего не слышно? Представители Компартии предложили ограничить движение валюты в России. Они хотят запретить компаниям и индивидуальным предпринимателям покупать валюту за исключением оплаты контрактов, кредитов и займов. Также предлагается обязать их продавать валютную выручку и зачислять ее только в уполномоченные банки. Выдачу валютных кредитов парламентарии желают ограничить сроком в 180 дней. По мнению авторов, такие методы обеспечат устойчивость рубля и наведут порядок с валютными операциями. Похоже, нынешняя Компартия также далека от экономики, как и от коммунизма. Победа полетит за границу. Правда, только через два месяца. А пока Росавиация отказала Лоукостеру Победа в открытии международных рейсов, поскольку компания работает менее двух лет. Однако уже через два месяца Минтранс обещает внести поправки, исправляющие это недоразумение. И дочкам авиакомпаний можно будет летать за рубеж, не проработав двух лет. Уже известно о том, что Лоукостер Победа собирался летать в Венгрию, Нидерланды, Азербайджан, на Кубу, в Израиль, во Францию, Иорданию, Эстонию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию, Германию, Италию и Белоруссию. Вот, кстати, правильно, что не сразу дали разрешение. Представляете, российская Победа прилетает в Берлин. Это же как на Т-34 запарковаться перед Бундестагом. Немцев Кондратья хватит, если без подготовки.